Душа драконьего всадника Использовав душу драконьего всадника можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет Драконьи всадники служили Вендрику Так, наверху у нас есть костер Также у нас есть эстус И после того как мы убиваем драконьего всадника, рыцарь Хейда Начинают быть очень агрессивными Здесь все еще можно призвать потерявшегося Гленкура Который, кстати, неплохо может помочь при битве С рыцарем Хейда Давайте посмотрим, на что он способен Давай, Гленкур Есть Есть Молодец Спасибо Больше я пока не нуждаюсь в твоих услугах Кольцо предела Сейчас мы прочитаем это кольцо Необычное кольцо неизвестного происхождения Ограничивает уменьшение здоровья в облике полого Увы, это кольцо не сделает вас человеком Потерянное не так легко вернуть То есть при каждой смерти у нас уменьшается наша строка постепенно Если одеть кольцо, эта строка будет уменьшаться медленнее К вивернии и в ту башню мы пока не пойдем Не вижу пока в этом какого-то особого смысла Мы сюда еще обязательно вернемся, но немного позже А сейчас отдохнем у костра и поговорим с Лисией Лисия из Линдельта Очень скользкий персонаж Как вы уже, наверное, поняли, Линдельта Это такая местная столица клириков В замену Тору Лунду из первой части Она также подает Атрибуты клириков Это колокольчик клирика Такое у нас уже есть Кольцо молитвы, которое увеличивает веру Кольцо, освященное Верховным священником Волгина Усиливает веру Священники великого города Волгина Постоянно грызлись за власть Но среди них всегда оставалось Несколько благородных, сильных духом людей И также продает кучу Различных чудес Лечение Целительное чудо, которым часто пользуются клирики Слегка восстанавливает здоровье Среднее лечение Сила чуда зависит от вашей веры Чудеса это история богов Которые много лет назад были преданы людям Сейчас от них остались лишь несколько томов Слова мощного лечения Могущественное чудо Слова из фолианта мощного лечения Восстанавливает значительное количество здоровья Эффект тот же, что и у мощного лечения Но число использований ограничено Книга мощного лечения невероятно сложна Поэтому лишь немногие могут ей воспользоваться Восстановление Чудо среднего уровня Постепенно восстанавливает здоровье Это чудо использовали в бою Отважные рыцари Клирики Линдельта Из поколения в поколение Передается предание о том Что некогда эти рыцари Сразили дракона Угрожавшему целому королевству Сияние жизни Великое чудо Доступное могучим клирикам Медленно восстанавливает много здоровья Клерик Форзелл был искусным чудотворцем И странствующим воином Спутники считали его рыцарем света Но враги боялись за демоническую силу Утешительная молитва Простейшее чудо для клириков Очищает тело, удаляя все яды Действует на вас и на союзников рядом Оно появилось лишь недавно Поэтому истинным чудом считаться не может Сила Простейшее чудо Создает ударную волну Лишающую врагов равновесия Отбрасывает врагов назад Но не наносит им урон Тем не менее может оказаться очень полезным При умелом применении Копье молнии Чудо поражающее врага Копье молнии Говорят, что это наследие древнего клана Вождя которого почитали как бога солнца Название этого клана давно забыто Но лучезарное сияние Нашего великого отца не угаснет никогда Великого клана Возвращение Чудо, которое возвращает использовавшего Последнего костру У которого тот отдыхал Изначально же оно возвращало на родину А проклятие медленно разрушает память И даже воспоминания о доме уходят Распространяются в тумане прошлого Костры же Неизменная часть бытия Путеводный свет для проклятых И проводник Чудо, созданное специально для заблудившихся Она помогает увидеть большие сообщения из других миров Бесчисленные миры наслаиваются друг на друга И в местах их соприкосновения Родственной души Взбившиеся с пути Оставляют послания надежды Все чудеса достаточно стандартные Но эти лечат Эти восстанавливают Это атакующие чудеса Это чудо аналогично Косточкой возвращения Единственное здесь такое Достаточно интересное чудо О котором может кто-то не знает Это проводник То есть как оно действует Если его использовать То появляется сообщение от разработчиков В тех местах Где есть иллюзорные стены Практически во всех местах Появляется кроме Там может быть одно или двух мест В игре То есть если вы хотите Играйте в оффлайне И хотите увидеть подсказки Где находится Стальная иллюзорная стена Вам придется использовать Это чудо Но если вы играете в онлайне То там этим подсказками Будет исчерчен вес пол Как правдивыми Так и ложными Оставим по колесию В покое У нас есть 18 тысяч душ Я думаю стоит сходить В Маджулу Чтобы их потратить И первым делом Давайте прокачаем Нашего героя И для того Чтобы нам поговорить Со следующим НПС Который нам встретится Необходимо поднять Интеллект До 8 В данном случае Для меня это пустая Трата душ Но ничего не поделаешь Ну а на оставшиеся души Давайте поднимем Нашу адаптивность После того Как мы спасли Розабет Нашу пироманку Она должна была Появиться здесь Но почему то Ее нет Я догадываюсь Почему ее здесь нет Надо было После того Как мы убили Всех троллей Поговорить с ней Еще раз Заодно Заберем Талисманы Ллойда Которые я Которые я пропустил Здесь у нас стоит Ничего не подозревающий Василиск Эта дверь Очень медленно Открывается Зацепился лапой Такого я еще не видел Ну давайте Не ссыте Ох Да как же Нет Они очень технично Отошли В нужный момент Если присмотреться То у Василиска Вот эти вот Большие глаза Это его Не настоящие глаза Настоящие глаза У него Можно разглядеть Немножечко ниже Блин Какой же ты страшный Похоже Слишком рано Мы ее спасли Оу Блин Ну ее же не убили В последней серии Куда она пропала Будет обидно Если она вообще Не появится Так ладно А вот Точно Да Да Давно я не играл Dark Souls 2 Уже много чего Подзабыл Так А это мы уже все Слышали Так Талисман Ллойда Мы забрали И возвращаемся Обратно Маджула И опять ее нет Да что ж такое Ладно Разберемся с ней позже Не будем тратить Больше на нее Времени И продолжим Наш путь Лисия Как видно Уже убежала Так Здесь у нас Ничего И опять Винтовая лестница Вниз Монастырский талисман По-моему Такой предмет Мы еще не подбирали Монастырский талисман Священный амулет Лечит отравление И восстанавливает здоровье Такие амулеты Заряжены благословением В древних обрядах Воссозданных В монастыре Линдельта Нынешнем Средоточие чудес Пусть эта копия Не столь мощная Как оригинал Она тоже пригодится В трудную минуту И как я говорил В Dark Souls 2 Просто огромное Количество Различных Побрякушек При помощи которых Можно лечиться Очередной Здоровый рыцарь Человеческая фигурка Темные пилюли Душа И старая Алибарда рыцаря Давайте почитаем Темные пилюли Пилюли Источающие Невероятное зловоние На время Увеличивают защиту Тьмы В народных преданиях Часто упоминается Святая Элизабет А лекарства И зелья По ее рецептам Применяются И по сей день Святая Элизабет Что-то знакомое Старая Алибарда рыцаря Древняя Алибарда Это оружие Принадлежало Воину Столь древнему Что не сохранилось Никаких записей О его подвигах Алибарда Очень Очень Непрочная Порой Разваливаясь На части Алибарда Испускает Мощнейший Импульс Силы Но эта Алибарда Как раз Принадлежит Тем самым Рыцарям Которых Мы видели В Хейде Давайте посмотрим Как выглядит Эта Алибарда Ну конечно В узких Пространствах Ей особо Не помахаешь Сжирает Просто всю Мою Выносливость Буквально За один Удар Да Пора Боже Начинать Прокачивать Стойкость Иначе Таким Количеством Выносливости Мы далеко Не уедем Здесь у нас Очередной Бронированный Рыцарев Но он Очень медленный Ему легко Забежать За спину Если только Я не буду Слишком быстро Бежать И он Нам дарит Алибарду Драконьего Стража Теперь мы Можем Немножко Узнать Кто этот Парень Такой Алибарда Драконьего Стража Копия Алибарды Сиана Верного Рыцаря Короля Выдающееся Оружие Прекрасной Работы Сэр Сиан Считался Самым Сильным Воином Во всем Дранглике И когда Напали Гиганты Он Добровольно Вызвался Вести Войска Увы В итоге Его ждала Бесславная Кончина Король Повелел Сделать Копии Оружия Сиана Надеясь Найти Замену Своему Верному Рыцарю Но Каждый Солдат Осмеливающийся Взять Это Оружие В руки Вскоре Сходил С ума И опять Упоминается Война С гигантами О том Что Был Некий Великий Рыцарь Сиан Очищенный Костяной Прах Очень Полезный Предмет При помощи Которого Мы сможем Улучшить Нашу Флягу Сестусом То есть Она Начнет Восстанавливать Больше Количества Жизни За один Глоток Очищенный Костяной Прах Обугленные Обращенные В прах Кости Бросьте Их дальний Огонь В Маджули И с каждым Использованием Фляги Вы будете Получать Больше Здоровья Говорят Это останки Святого Который Сам Взошел На костер Впрочем Зола И прах Уже Не смогут Рассказать Об этом И это Описание Очень Интересно Так как Оно Намекает На то Что Уже Не единожды Кто-то Жертвовал С собой Чтобы Чтобы Возжечь Первое Пламя Все Ниже И ниже И ниже Вообще География В Dark Souls 2 Это Отдельная Тема Для разговора Здесь Все Переходы Между Локациями Они Намного Короче Чем Должны Быть На самом Деле Связано Это С тем Что Королевство Дранглика Намного Обширнее Чем Тот же Самый Лар Дран Из первой Части А так как Весь мир В Dark Souls 2 Он Бесшовный То Пришлось Разработчикам Заменить Все Длительные Переходы Между Локациями Какими-то Короткими Туннелями Лифтами И тому Подобное Самое Большое Недоумение Среди Фанатов Dark Souls 2 Вызывает Переход Между Земляным Пиком И Железной Цитаделью О нем Мы поговорим Когда Дойдем Уже Непосредственно До этого Места И Здесь Нам Придется Потратить Еще Одну Ароматную Ведь Блин Чувак Ты должен Быть Неблагодарен Что Я Тебя Только Что Спас Ну Что Взять С Пол У нас Какое-то Огромное Чудовище Похоже На Какого-то Слона Кажется Он Только Что Пытался Убить Меня Своим Оботом Вау Фух Я Прям Хожу По Острюю Ножа Очередной Осколок Фляги С Эстусом И Сет Рыцаря Если Вы До Этого Еще Не Купили Сет Элитного Рыцаря То Здесь Как раз Можно Взять Сет Обычного Рыцаря Металлические Доспехи Обычное Снаряжение Новых Рыцарей Дранглика Высочайшее Качество Этих Доспехов Уже Не раз Было Проверено На Поле Боя Этот Сет Похуже Чем Элитный Сет Но Зато Полегче Здесь У нас Дверь Но Она Никак Не Открывается Кругом Сталактиты Сталагниты Очередной Костер И Можно Немножечко Передохнуть Впереди Нас Ожидает Очень Мрачная Жесткая Локация Безлюдная Пристань Но Я бы не сказал Что она Такая Безлюдная На самом деле Она просто Кишит Различными Полами Обычными И не Очень Бинокль Нам пока Не понадобится А вот Хороший Лук Вполне И Как раз Мы Недавно Такой Приобрели Ух ты Внезапно Парень Парень Похоже Попадает В пиксель Наверху Наверху У нас тут Наблюдатель Стоит Который Тоже Желательно Вырубить И Если Присмотреться У нас Еще Любитель Повисеть Вроде Падает В воду Такое ощущение Как будто Падает В бездну Так Мне бы Здесь Не помешал Какой-нибудь Вау Какой-нибудь Факел Блин Я чуть Штаны Не наделал Так Падать Нельзя Обследуем Сначала Этот дом Осколок Титанита Так А здесь У нас Что Душа Так Давайте Вернемся Назад И Немножко Осветим Эту Локацию Хотя Вообще В отличие От оригинала Перездания Намного Светлее Почему-то Оригинал Был Реально Темным А в Перездании Такое ощущение Как будто Выкрутили Гамму На полную Этого Мы уже Стрелили Душа И Самоцвет Жизни Чтобы Облегчить Себе Жизнь Здесь Можно Призвать Фантома Но Для этого Конечно же Вы должны Быть Человеком Это У нас Старый Страж Брэдли И Возможно Чтобы было Веселее Давайте Его Призовем Веселее 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 кругом засады ух ты зацепил так брэдли пожалуйста не убей вот этого человечка он очень полезен брэдли мать твою брэдли брэдли замечательно это человечек предоходил нам и освещал путь теперь нам это придется делать самим еще непонятно где источник огня теперь брать сейчас похоже придется костру зачем я тебя призвал на свою голову сделай хоть что-нибудь полезное хоть одного полого там убей молодец темная смола проклятая смола наделяет оружие в правой руке могуществом темного пламени муж такое подбирали так ну без света тут очень как-то трагично и спичек у нас тоже нет чтобы зажечь факел брэдли скотина блин за это отправить тебя в самое пекло что ли туда давай парень раз ты у нас такой смелый там много ребят только и ждут чтоб кого-нибудь подстрелить давай брэдли в атаку так отряд куда взялся и посмотрим как ему сейчас надерут шопу ну что-то пока у них не очень получается ну ладно вот черт они кидаются маслом если после этого у меня попадет огонь то будет мало приятного да сдохни ты уже наконец никак не хотят умирать а брэдли тем временем все чернее и чернее скоро его время истечет в этом мире убей его а я пока пойду убью невидимого пола который спрятался где-то вот вот здесь вот в углу да что ж такое где где что тут вот он-то где гладкий шелковистый камень блин брэдли ставил мне тут наследство это похоже ребята из барака они там спали пока я их не потревожил вообще по идее это место проходит совсем не так но я тут врубил танка и прохожу ее напропалу вот один проснулся второй еще спит безис тоже не звали лично дали частичку сета чувак там стул сломался уж под тобой да катана конечно крошит их на куски и здесь еще сет разбойника и топор бандита топор бандитов с окраин форосы прочный и надежный отлично подходит для грабежа после того как форосу охватило пламя войны большинство ее жителей остались без крыши над головой предоставленной сами себе многие подались в грабители а рыцари форосы разбредились по всему миру став наемниками сет разбойника такие доспехи носят разбойники и грабители несмотря на свой неказистый вид это весьма достойное снаряжение работа искусного мастера так и доспех вангарианца такие доспехи носят вангарианцы наводящие ужас на моряков а береговая линия тянется далеко на север дранглика за северным морем лежит неисследованная земля якобы кишащая разными жуткими тварями и вот этих как раз парней зовут вангарианцы эдакие пираты вау я еще слышал что-то шаги там сверху но не ожидал что он способен на подобное да сколько ж вас тут теперь еще и шлем подарил порошок для починки осколок титанита это похоже те стрелки которые были здесь сверху к сожалению эту дверь отсюда не открыть и там можем видеть очередного нпс так еще один недобитый стоит вау так вообще эта локация проходится немножко по-другому вот они специально эти светильники повесили все сверху да чтоб я до них не дотянулся ладно здесь у нас очередная встреча с лукатиэль и I've no idea what it is. Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my Lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I... And then I came here to... To... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. And Undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true. I can only hope... I can only hope... That they are... And... I can only hope... I can only hope... And... I can only hope... And... I can only hope... I can only hope... упс что-то я перегружен вложим пока лук здесь у нас за шкафами небольшая секретка три человеческих фигурки очень неплохо особенно катана хороша на контратаках иди сюда собачать она ух ты вот это подарок а здесь похоже просто пустой заброшенный дом так но без факела здесь очень плохо честно плохо как вариант можно было использовать камень фараса он там внизу и тогда вы здесь везде зажглись огни и распугали различную нечисть который здесь лазит но мне жалко тратить камень фараса так лестница здесь завалена давайте все таки вернемся обратно костру потому что здесь без факела ну реально очень чашка до костра не так уж и далеко на самом деле надо было сразу дожечь я совсем забыл главное случайно не отдохнуть возле него ну вот